ДИСКЛЕЙМЕР Во многих смыслах Нам хватило и Мухича И Женщины Халка Ну и в некоторых моментах Ну это лично мое мнение Сокола и Зимнего Солдата Знаете так, даже не так Последние две серии Сокола и Зимнего Солдата Ух, черт подери Еще столько правов, которые я искренне не хочу упоминать Потому что они вызывают, знаете, боль Многие из них я пытался смотреть Ту Женщину Халка я еле осил Это больно лично для меня Правда, это проект Можете говорить про меня, что хотите Но я правда считаю это один из худших проектов Марвел на данный момент Прям после этого Я готов реально все свои Говорится Всю свою ненависть, которая была на прошлых Проектах от Марвел Просто перенести только на Женщину Халка Давайте посмотрим, что, короче, набрал Чак Насколько, как говорится, мы копнем говна За этот год, хотя Почти 30 минут Погнали Огромное предновогоднее спасибо бустерам Каждому из этих чемпионов По ложечке Оливье Особенно вот этому человеку В этом году реально благодарны Старистованному прямоугольнику Ты тоже поддерживал мой канал Чел, просто вот тебе Все, как говорится, лавры Уважуха Да и всем ребятам, которые финансово поддерживаю И морально поддерживаю в ВК И в комментариях Ребят, огромное вам спасибо, что в этом году Поддержали В новых начинаниях Эй, 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 эй Уютно, на самом деле Но нужно было стену прям погрязнеть Потому что прям говно ждет Категорически приветствую всех Категорически с наступающим Спасибо Ну, тут уж да, не поспоришь Тоже из палочки Гарри Поттера Я так понимаю, шахмат Так-то, что слишком много шарпотреба И сомнительных продуктов Вышло в этом году Так давайте вкушать Приятного просмотра Ура Ты чё, херел? Чак, ты чё, это лучший фильм года Он набрал больше 20 морбильонов долларов Ты чё? Жарет ли это наш бог? Он вознесся на небеса И дал нам лучшее произведение в истории А великолепный танец Мэтта Смита Заставил девушек течь Ну и мужчин тоже Ты чё? Главная легенда 2022 В интернетах фильм завоевал свой почет И обрел статус главного кринж-феста года Народ издевался над несчастным вампиром месяцами И пранк настолько сильно вышел с под контроля Что Сони, дабы хоть как-то спасти фильм На волне сомнительного хайпа Выпустили Морбиуса в повторный прокат И собрали настолько мизерные гроши, что поскорее захотели стереть это событие из истории Разумеется, ничего путного из этой затеи не вышло Ведь за всей этой пеленой из пост-иронии скрывается катастрофически унылое, рваное, пластиковое недоразумение В котором самовлюбленный Джаред Лето адутловато и безжизненно перекидывается скучнейшими диалогами И ковыляет свое тело, перебиваясь на смехопанорамные превращения вампира Все шутки, которые окружали фильм, происходили из-за того факта, что Морбиус оказался крайне далек от ожиданий зрителей Нам должны были представить полноценный задел на расширение киновселенной Паука от Сони Пытались подкупить мрачником Закидывали крючки с отсылками на мультивселенные А по итогу все оказалось на порядок унылия и бестолковия Фильм стреском провалился в прокате И дальнейшая судьба с Сони вской киновселенной нынче выглядит очень туманно Ну и эффекты, честно, обидно, что можно будет сделать великолепный грим Который показывал куда больше эмоций, но вот графика это в отношении Морбиуса, да Одним же несчастным веном целую вселенную тащить, да? Но зато спасибо комьюнити за добрую порцию мемасов It's Morbin' Time, baby Это прекрасно Доктор Свисток Очередной чудо враткахи и компании На этот раз за делом на пранк-комедию Попытки встать в ряды чудаков Блядь, вот, честно? Я пытался это смотреть Я заклинаю, любой, кому скучно Кто хочет посмотреть какое-то кино Ему просто от балды попадется этот вот фильм Я заклинаю, если вы хоть прикоснетесь пальцем к этому К этому Куску, дерьма Помойте свои руки, продезинфицируйтесь Сделайте что угодно, но не, блядь, не лезьте Пожалуйста, пожалуйста, я вас умоляю Сташи Барона Коэна или Эрика Андреа превратились в парад отвратительно тупорылого месива Пранк-комедия это, наверное, один из самых сложных жанров для киноформата Который требует недюжинного таланта А также актерского навыка, комедийной чуйки и хитроумности Ну хей, это ж Каха Мы таких наук здесь не познаем Поэтому весь фильм мы будем наблюдать Ну просто за феноменально кринжовыми и бестолковыми потугами Кахи Развести людей на реакцию, снятую максимально на отвали Больше половины футажей вообще снимали на мобильный телефон Ага Когда ты смотришь Доктор Свисток, ты головой примерно поднимаешь В руках настоящих профессионалов Все должно было выглядеть Но в итоге Даже вот ноги хает, кстати говоря, вторую часть Барата Знаете, ребят, после этого Барат 2 может стать не то что шедевром А достоянием, национальным достоянием киноиндустрии Серьезно, посмотрите второго Барата Он снят отлично Да, в нем есть свои моменты Тот же вот республиканство и упоминание многих политических трендов и прочего-прочего Порой подбешивает Но в целом это отличное кино Саша Барон Коэн моет Он все еще моет Но вот это Это больно, блядь В фильме скорее походит на пытку Невероятно стыдно наблюдать за тем, как эта компашка промахивается просто на каждом шагу И превращает все это, с позволения сказать кино, в катастрофическую, несмешную, сексистскую, мерзкую халтуру Да еще и снятую по большей части на смартфоны Короче, Каха в своем репертуаре Прикол в том, что смартфон можно снять хорошо При хорошем, как говорится, при желании Например, вот один из фильмов, я не помню, вот последних Просто помню, какой-то один из голливудских фильмов Был снят полностью на айфон С хорошей камерой И что в итоге? Получилось реально годно Просто прикол в том, что дело даже не в смартфонах Даже если, вы понимаете, это было бы снято на тот же сон телефон Но при наличии отличных шуток и отлично, замечательно снятых в целом картины Вы бы этого, блин, не замечали 28 дней спустя Одиннадцать, как говорится, первых хитов господина Келена Мёрфи Чёрт подери, фильм, реально многие сцены Вообще в целом фильм был снят на карманные вот эти вот, знаете, джей-камеры И он отличный, он был великолепный Нам было срать на то, что картинка была такая смазанная, убитая Она на самом деле даже допредавала такого шарма Всему, что происходило в картине Это... Я, блядь, я не знаю, пытаюсь что-то ещё сказать Но мне просто вот... Просто прикол в том, что я реально, блядь Мне больно было смотреть свистка Это... Пиздец Доктор Свисток заслуженно получает звание худшей комедии года Ну а мы едем дальше Ледниковый период, приключения Бака Закрытие блюзкой студиус было довольно внезапным и даже грустным событием Да, последние сиквелы ледникового периода уже просто кричали о том, что серии пора на покой Однако студию вполне могло ожидать большое и светлое будущее без ледникового периода Но дьяв... Уважуха за музыку из «Не верь в худо» Польский Дисней, выкупивший фокусов, оборвал все планы Вслед за студией на покой закономерно должен был уйти и ледниковый период, да? Да вот только беда пришла оттуда, откуда её не ждали Дисней анонсировал продолжение Слэш спин-офф ледникового периода для сервиса Дисней Плюс И что ж, вы вот просто посмотрите на это Визуал и графика здесь просто от ас Это не уровень самой большой медиакорпорации в мире Это скорее привет DVD-сиквелам сезонам охоты Нет? Знаете, в чём прикол? Сезон охоты выглядел куда лучше и ровнее Знаете, какой это уровень? Это уровень 3D мультиков для этого... для каруселя Знаете, вот сейчас скажу, наверное, многие скажут про то, что я ебанулся Знаете что? Да! Соник Бум 2014 года с его срадой порой графика выглядит лучше, чем это Это показатель, блядь, это понятно? Это, блядь, просто не смешно, нахуй И это ещё даже на поверхности А, что там внутри А внутри у нас абсолютно бестолковое, глупое, филерное безобразие На первый план, вместо очаровашки Бака Здесь выходит дико раздражающий дуэт Десятого года Нет, пятого Я знаю, что сейчас, наверное, скажут, душнило, бомблю Но просто это факт, ребят, понимаете, это больно Смотрите, потому что нам, я помню в своё время Вроде обещали, что, типа, это будет крутое продолжение, которое вы ждали Не боитесь, фанаты плюс кай, мы сделаем крутое продолжение Это... Сезон охоты 2006 или 2005 года выглядит лучше Братцев Апоссумов, который набил оском на ещё часть эдак в третьей И буквально ничего не может спасти этот безмозглый балаган с кривляниями Всё это выглядит просто как большая серия не самого увлекательного мультсериала Которую за всех сил пытались растянуть хиллерными сценами с ненужными старыми героями Даже символа серии с края-то в этой жути вы не встретите По слухам, Бельчонок не появился в мультфильме из-за правовой неразберихи с авторшей, которая его придумала Так что сосать, Дисней! В апреле даже вышел милый ролик о том, как скрет наконец поймал и съел свой долгожданный жёлудь И думаю, именно на этой короткометражке отныне можно официально попрощаться с ледниковым периодом О приключении Бака мы смело забываем и оставляем позади Слава богу Детективный агент... Так, ещё один кринж, хорошо Блять, знаете, я порой жалею, что у меня вот под столом, у меня, знаете, такой, аварийные подушки для криков Вот реально я... Нереально не хватает, знаете, такой, аварийные подушки для... Да, 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 мы видели это Это такой кринж, блять Да Да Вот и первый сериал, пожалуй Бедного несчастного полицейского срублёвки замучили до такой степени, что он уже разросся и собственным приколом, и новоявленным спин-офф сериалом Уже давным-давно позабыли про самого полицейского срублёвки в лице Александра Петрова А вот теперь пытаются ещё и без Сергея Бурунова как-то тянуть эту, с позволения сказать, киновселенную И становится очевидно, что без Бурунова вся эта ТНТшная полицейская катабасия теряет всякие остатки обаяния и смысл Роман Попов совершенно не в состоянии тянуть на себе целый комедийный сериал Сценаристам абсолютно пофиг Он больше как, знаете, вот этот комик релиф, не более чем Особенно когда, ладно, Петров, он неплох, но с Буруновым, который на себе тянул сериал, и он был хорош, даже в откровеннейшем дерьме он хорош был Ну правда это тяжело, это очень тяжело, когда комик релиф пытается тянуть на себе Есть хороший пример, но нет, это не тот случай Очень надеемся Обитель зла Да, новая адаптация Resident Evil будет еще далеко Я смотрел пол, знаете, я пытался смотреть это, не вышло Потом посмотрел обзоры от замечательного Дарьяна Грея Уважуха ему Знаете, ребят Вот многие говорят, что адаптации игр могут быть херовыми, могут быть кринжовыми Но они не могут вызывать, знаете, порой рвотного рефлекса Типа, что это, знаете, пустячки Плохие, хреновые, но пустячки Нет Я, опять же, если кто-то попытается это смотреть У вас только два выбора Либо взять очень много бухла Либо треснуть себе сковородкой и вообще чем-то тяжелым Просто чтобы получить черепно-мозговую Потому что это смотреть в каком-то адекватном или здравом состоянии невозможно Поверьте, там есть такие сцены, которые вас реально доведут до такого гомерического Хохота Будто вам накачали газа, вот так вот, знаете, газа-джокера И вы чувствуете, что вы сдохнете сейчас Это пиздец какой-то Говорил я ровно год назад в своем списке худших фильмов 2020 Нет, знаете, после этого вот эта экранизация, она еще чувствуется как заебись Первого года Но проклятый Нетфликс решил сломать мой прогноз И в июле выпустил уже сериал по мотивам игры Еще начиная с трейлеров, было заметно, что Нетфликс собирается выпустить Очередное сомнительное действие в своем фирменном стиле И на первом плане у нас ни зомби, ни атмосфера И ни соответствие первоисточнику А скорее цвет кожи актеров и повесточка В ужасном топичном белом прошлом И постапокалиптичном зомбячем настоящем Линия в прошлом вызывает закономерный вопрос А при чем тут, собственно, обитель зла? Большая часть этой линии уделяется подростковым кризисам и проблемам инклюзивности И имеет крайне опосредованное отношение к первоисточнику Нетфликс просто взял известную франшизу И начал эксплуатировать ее для продвижения своих сомнительных мыслей По пути будто на автомате, сняв очередную подростковую попсу Если основная идея заключалась в том, чтобы отдохнуть новую жизнь во франшизу То методы явно оказались слишком гадкими Да какая здесь новая жизнь? Понимаете, чем проблема? Вот буквально, если вы уберете Амбреллу и еще парочку каких-то элементов Вы, блядь, даже не поймете, что это обитель зла Понимаете, вот в этом-то и проблема Вы не чувствуете, что это обитель зла Самое смешное, вам не нужен ни Крис Рэдфилд Ни Ребека Чемберс Ни Леон Кеннеди Ни куча других персонажей Вам они не нужны При грамотной режиссуре У вас, черт подери Получится хорошо, как-то вы можете сделать проект президенту По сторонним персонажам, например И печально, что эти выкрутасы совершенно того не стоили Нам подсунули очень пресную, нелепую мелодраму С абсолютно неправдоподобным постапокалипсисом Деревянными героями и безбожно перелопаченным каноном Который смачно кладет на мечтание фанатов увидеть уважительную адаптацию игровой серии Плюс никакого намека на хоррор Пластмассовый визуал и общее настроение без просвета Мне бы сказал, вот, кстати, графика в некоторых моментах прям хорошая Обидно, что специалисты по CGI вот потратили свое время на это Потому что у них и есть талант, судя по той же сцене с Каркадилом Уныние хоронят новый обитель зла И оставляют все меньше надежд на нормальную экранизацию Ну не мило его, ведь же носов трибут тащить в самом деле Хотя, почему бы и нет Женщина Халк, адвокат Мой главный претендент на будущие трэш-обзоры Ставь лайк, если ждешь возрождения трэш-обзоров Это очередной сериал Марвел для Дисней Плюс Который с самого анонса не вызывал доверия Буквально все здесь можно разобрать по косточкам Начиная кринжовыми шутками, ужасной графикой, вялой постановкой Бестолковым ляпным сюжетом и оголтелой агиткой про злых мужиков Заканчивая, собственно, самой женщиной Халк в исполнении Татьяны Маслани Мало того, что актриса переигрывает Так еще ее героиня вышла максимально заносчивой Нарциссичной, морисьюшной дрянью Которая никак не исправляется по мере истории И не избавляется от своих дурных, отталкивающих привычек Плевать, что Брюс Бэннер прошел огромный путь киновселенной Чтобы стать умным Халком Женщины Халк все дается по щелчку И по сути она является лишь женским приложением к мужскому персонажу Я уж молчу о том, что сделано это было крайне топорно, злобно и узколобно И даже... В этом на самом деле отчасти проблема Потому что, понимаете, в чем прикол? В комиксах женщина Халк, у нее был рост И вам показывали как самостоятельного персонажа Который без Халка ощущался охеренно В этом-то и прикол, что У вас был готовый материал для того, чтобы сделать сериал настолько шикарный Да, комедийный, да, порой с драмой И это было бы просто шикарно Я готов был бы, правильно? Есть комиксы, вот советую Вот попробуйте почитать многие раны про женщину Халк Вам очень вкатят, реально Они отличные Даже в мультсериалах многие ее появления выходили Чертовски задорными И вызывали уважение И это талант Сделать настолько херовый, как говорится, сериал Про настолько хорошего персонажа Финальный мета-юмор, где Халкеса буквально ломает четвертую стену Идет к сценаристам и жалуется на сюжет сериала Не спасет положение Дорогие сценаристы Это ж так смешно Сериал говно Давайте вместе посмеемся, что сериал говно Мы же будем умными Почему-то Соник Бум это сработало, а здесь нет Потому что Соник Бум с самого начала Понимает, что он не особо-то шибко крутой и качественный И использует это как свое оружие А это сериал, который продвигал эти идеи с самого начала И лишь под конец решил в мета-юмор Это так не работает Это все равно, что Я не знаю Снять штаны Насрать И в конце положить вишенку Это так не работает Это не получится Понимаете? Не получится Сонаристы, если вы признали, что сделали какашку И посмеялись над этим То какашка из этого в конфету не превратится Как бы вы не пытались себя убедить в обратном До кучи у нас здесь слитый Тим Рот Слитая судебная драма В сериале с подзаголовком адвокат Слитый Мэтт Мердок И прости господи Супергеройский тверк Я ненавижу эту сцену Просто потому что Она ни к чему, блядь, не ведет Это просто хрень ради хрени Понимаете? Она не забавная Она не Какая-то, знаете, там Бредовая Знаете? Чисто такой бред-сюр Она кринжовая Ты просто смотришь и не понимаешь А зачем она вообще появилась? Типа, для чего эта сцена? Знаете, самым ничего обидно Больше всего от этой сцены Что люди, которые могли Спокойно отдохнуть И не заниматься вот этой вот графикой Они сидели и рисовали Эту сраную анимацию с жопами Вместо того, чтобы отдохнуть Когда многие Эти мастера графики в Марвел Просто перерабатывают Как, я не знаю Хомячки в колесе Да В общем, заход Марвел В сериалы для домохозяек Провалился по всем фронтам И мы еще обязательно Разберем все это безобразие Поподробнее Ну а сейчас я Господи, отстань Классная Катя СТС продолжает Кормить нас Качественным контентом Тоже видели этот Билборд с ним Понимаете, в чем проблема? Мы же Из-за того, что мы постоянно Катались на самокатах Да, мы гуляли Очень часто катались И вот рекламу с таким Я не знаю Меня вызывало кучу Просто типа Для кого это? На этот раз ребята Сняли позорную Неумелую версию Плохой училки С Кэмерон Диаз Позаимствовали И образ главной героини И основную идею Сюжетные элементы Приправив Мне еще не показалось Здорово, Даня Милохин Че, давно родители звонили Ой, блин, прости Сука, извини Извините Извините, пожалуйста Сюжетные элементы Старого Хитово, хитового Стест Безвозвратно Ушло И никакими ребутами Папиных дочек Положение уже не спасти Очевидно Каналу Собо Знаете, что смешное Они все одинаковые Знаете, что смешное Там почти половина каста Будет отсутствовать В новых папиных дочках И нахера Так давайте Папи дочки Если там по факту Эти самих дочек То особо и не будет Нужно новое дыхание И пересмысление Но вот произойдет ли оно Когда-нибудь Сложно сказать Ну а мы поехали дальше Ура Пиноккио Ремейк В уходящем году Киношников Прямо прорвало На адаптан Да Вот это чисто Но, ребят Это такое днище Которое Прям В эти Тяжело описать И ведь самое смешное Дисней Попросили снять Это Роберта Зимекиса Хорошего режиссера Да, у него были Свои спорные картины Но все еще Достойного режиссера Поэтому, ребят Если вы хотите Хорошего Пиноккио Как новый Знаете, новый взгляд На историю Недавно вышел Пиноккио От Гильермо Дель Торо Там история Альтернативная Про то, как Пиноккио Как, ну Джиппета Сделал его во времена Второй мировой И Муссолини И это Отличный кукольный мультфильм Посмотрите Гильермо Дель Торо Сделал потрясающий Невероятно красивый И чертовски трогающий За души мультфильм Отс истории Про деревянного мальчика Даже до России Тренд добрался Но кто же Дэд Когда я могу быть На своем Я у меня весь мир Это поразительно Это поразительно Вторичное Студийное Фальшивое Унылое действие Со стерильными Даже отталкивающим Визуалом Уродливые Даже местами Криповый Графикой И нелепыми сценами На манер Кучи дерьма Крупным планом Даже Том Хэнкс Не спасает положения И крайне странно И даже неохотно Отыгрывает роль Джепетта Признаться честно Мне было Очень неловко Смотреть Это больно Блин Треть этот фильм Если вы зачем-то Тоже решите все Посмотреть То поймете О чем я говорю Если с бездушным Конвейером ремейков Диснея Все более-менее Очевидно То вот что происходит С карьерой Зимекисов Последние годы Мне если честно Непонятно Пожелаем старине Взяться за ум И на этом Оставим ремейк Биноккио В покое А вы держитесь От него подальше Красная шапочка Ну тут без лишних слов Это сумасшедшая Российская фэнтези Которая сняла Аж три режиссера По-видимому Каждый из них Хотел сделать свое кино И в итоге Получилось Нелепое финти Флюшное месиво Которая по классике Пытается коситься На Голливуд Красная шапочка Здесь не таскает Бабушки пирожки Но зато Относит себя К волкобоям А еще тут Ее буллет Сверстники волки Попутно сопровождая Это дело Волчачьим сленгом Лор тут просто Убойный конечно Тут и порталы С перемещениями Во вселенной Безу... Хороший портал Простите Просто сейчас жду Что за этой лужей Вылезет этот Катамаранов С этими С подболотниками И со скипидаром Ааа С жабками Да с жабкой до башки Да нет Даже жабками Можете ребят Подболотники нашел Там еще этот Альбом Электрический жираф От Багрова Фантомаса Вы возьмите Все нормально Ну просто серьезно Это реально Что это за порталы Волчачьим Погоня нарисованных Волков За таксист Как плохо Честно Уровень Уровень графики Знаете Карвасона От этого От Сарик Андресяна Весомные на марте Везумие Пафос Хлопуш Сука Русский гиг Что это за блять Сказочный Геральт И говно И все это Абсолютно Здесь не нужно Печально Что в общем-то Хорошую идею В очередной раз Губят нелепыми И бессмысленными Попытками Сделать Народное Отечественное Фэнтези Захламленное Гли Знаете Что самое херовое У нас Куча вариантов Для того Чтобы снять Крутое фэнтези У нас настолько Огромный вор По различным Древним сказаниям Что из этого Можно снять Реально фэнтези Твою вселенную Не хуже Марвел Даже не хуже Марвел На уровне Знаешь Крутых книг Фэнтези Типа Рика Леона Ну Но Нахуй надо И узкими клише Будь фильм Более приземленным То может быть Что-то из этого Вышло путное Поскольку у вас На руках был бюджет И хорошие артисты Которые отыгрывают Вполне достойно Даже девчонка Но в итоге Получился Классический Веселый Отечественный Трэш-ачок Внук Этот фильм Просто олицетворение Неуходящего года Патриотический Шедевр От бывшего Участника Дома 2 Тимура Гарафутдинова Который Спродюсировал Написал Озвучил И срежиссировал Фильм А также сыграл В нем Главную роль Главный герой Здесь Бывший спецназовец А ныне Рэпер Юра Который узнает о том Что его дедушка Оказался в больнице Из-за того Что увидел Своего Врага Со времен Великой Отечественной Войны В репортаже Из Латвии О параде В честь СС И он решает Найти этого немца Похитить его И привести К своего деду Чтобы Они Поговорили Ну Че за бред Каком пьяном Нет Серьезно Че Кого? А я еще до елки гнал С похищением Нет Пис Ооо 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 и пропагандировать какие-то идеи при этом выглядит вот так от местной постановки монтажа музыки и игры прости господи актеров становится натурально больно за всеми разговорами о любви к родине уважением предков скрывается нелепящее нечто соткан из ксенофобии грязи и псевдо патриотического угара завершает этот парад идиоте и безумно скомканным пафосным финалом который пытается выдавить из себя какие-то великие смысла честно если это кино тогда я физик-ядерщик потому что честно это знаете на что похоже на дешевый сериал с нтв на деле выходит катастрофическая нелепость чисто из интереса можете сами посмотреть это чудо это абсолютно безмозглый дикий бред который наверное было бы очень весело смотреть если бы не сегодняшний контекст что ж посмотрели провонялись пропитались обязательно пишите что вам не понравилось в этом году и давайте нарнем список разочарования 22 года на эти фильмы и сериалы мы возлагали большие надежды но они их не оправдали давайте вкушать разочарование любовь и гром и отчасти заслуженно в некоторые моменты мне зашли но в целом найти вот то чувство когда ракнарек мне понравился но я понимал что тайки войтите нужно прям вот остановиться ему нужен короткий поводок чтобы он не пошел второй шаг очередной промах от марвел какая неожиданность кажется кевин файги немножечко заигрался после просмотра фильма было ощущение что я посмотрел не то новую часть астерикса абеликса не то новую часть космических яиц что угодно но только не торт войтите слепил свистопердильную комедию категории б с плоским юмором и главным героем карикатурным дегенератом я конечно не против тора хохмачану когда перед нами мультяшный картонный шаблон уровня джонни браво это уже явный перебор если тора нарек пытался еще хоть как-то соблюсти баланс между эпическим приключением и комедии то любовь игром отрывается на полную ему не идет это на боль да уж красота честно после этой сцены я потом сидел просто и пробивал себе лицо клинжом когда блять в мире происходит пиздец буквально между мирами происходит пиздец все в панике должны быть азиас такой все собираемся на общую оргию бегет там местные звезды такого не допустил бы он бы блин сражался до последнего хорошие сценарные ходы тонут в рваном монтаже раздражающих шутках а прикольный визуал сочетается с вырвиглазной графикой уровня дети шпионов 3d в общем на самом деле 4 тор это набор скетчей местами смешных местами нет если самому режиссеру насрать на драматургию хорошего злодея тему любви то мне как зрителю тем более становится пофигу радует в этом только то что крис хэнсворт понимает эти вещи недавно заявил что устал играть тора дурачка и хочет развития для героя что ж будем ждать и надеяться на лучшее и без тайки войдите пожалуйста обе ван прикол в том что он реально хороший режиссер он может снимать отличные комедии отличные фильмы серьезного плана тоже кролик джорджу идеальный баланс между такой комедии черный кеноби одно из самых обидных разочарований года я искренне ждал от сериала по оби вана невероятную крутоту возвращение наших любимцев макгрегора и кристенсена тоже внушало доверие хотя изначально и было опасение что создатели ничего кроме хайпа на ностальгии не планируют и к сожалению чудо не случилось нам скормили очень посредственный трафаретный продукт который даже не пытается быть маломальски значимым что безумно заунывные странствия оби-вана по татуину что его мотание с маленькой бесячей леей что конфликт между оби-ваном и вейдером все абсолютно бестолковый кажется призвано лишь объяснить некоторые сюжетные моменты и дыры из оригинала которая собственно и не нуждались в обе потара диск на отличность вот реально воспоминания о корусанте и храбе джедаи пока не дерутся вот эта сцена была хороша и даже плевать что они они омолодели кристенсен видно что они уже морщинки вот эти спустя много лет но я был искренне рад увидеть я так скучал по ним объяснений но ведь прекрасной режиссурой грамотной расстановкой характеров и проработанным конфликтом на все это можно было закрыть глаза но на деле выходит безумно стерильный скучная чепуха которую абсолютно ничем не способна нас заблечь тележка кринжа заручи госпожой 3 сестрой нелепыми побегушками леи в лесу прилагаются бытует мнение что весь сюжет сериала можно было уместить да это реально было слижентировано это реально в сетов в сериале самое смешное что описывал что эти вроде охотники за головами да да двухчасовой фильм и от этого он бы только выиграл у сериала вышло аж несколько фанатских монтажей где его перемонтировали в полнометражный фильм добавив нужную цветокоррекцию эффекты историю избавили от филлеров переставили местами некоторые куски от чего она на удивление стала работать лучше чем в сериальном формате но к сожалению ворох других значимых проблем никакими фан-эдитами не исправишь сейчас ходят слухи о готовящемся втором сезоне сериала но ожидать от него чего-то хорошего себе дороже поэтому ребят советовал если вы хотите что-то в этом году шикарный по звездным войнам андор вот сериал андер вот я ничего не ждал вот что можно было блин такого снять как спин-офф на основе изгоя 1 а значит что они сняли один из лучших сериалов по звездным воинам даже вообще один из лучших по звездным воинам в истории этих звездных войн доктор стрэндж мультивселенные безумия и снова прокол марвел у меня уже не осталось силы дюляс первое полноценное погружение мультивселенные да еще и сэмом рэйми в режиссерах потенциал просто не имерины но к великому сожалению по классике современного марвела получилось все довольно расстраивающих концепции мультивселенной безумии не удается пропитаться потому что как ни странно концентрированного сумасшествия фильме совсем немного лишь сцена двухминутных полетов между мирами круглая пицца и брюс кампбелл который сбивает самого себя ну как-то не густо тот же пресловутый все везде и сразу уделывать стрэнджа в два клика невероятных камео оказалось недостаточно некоторые из них так и вовсе оказались плевком в лицо всем фанатам я всегда да это на самом деле было обидно иллюминаты умнейшие блять люди до земли а по факту чем прикол команда тут иллюминатов которые нам показали она вообще не должна быть именно такой потому что в чем смысл иллюминатов там находятся умнейшие умнейшие черт подери одни из важнейших людей в так сказать вселенной и вот насколько высокомерного не показаны что они просто не могут поговорить со стрэнджем в отношении того что как бы чел хочет просто вернуться домой и они хотят его просто блять уничтожить просто что ты опасность но стрэндж был опасным поэтому ты тоже опасный а нормально поговорить не высоко мерить просто спокойно как бы лицев довести все до логичного разговора нет умнейшие важнейшие люди во своей вселенной идите вы нахуй я мечтал увидеть джона красинский в роли арида ричардса чтобы его нашинковали на пластилин через две минуты спасибо вам друзья так и твист видит внезапно обезумевшие банды тоже особо не впечатлил а лишь сумел разозлить толпы фанатов в общем второй доктор стрэндж вышел крайне ленивым сумбурным и странным фильм возможно сэма рейми задавили правками монтажными переделками пересъемка а по факту нас лишь за кликбейт или тем самым похоронив самих себя увы фантастические твари тайны дамблдор вот это это больная тема этот фильм который я еле в парадокс гарри по фильм по гарри поттеру который я еле высадил если бы вот реально если бы сказали такое лет восемь назад я посмеялся тебе я плачу бедная несчастная серия приквелов волшебного мира джоан роулинг подошла к концу если первый фильм представлял нам милую самобытную историю которая сама по себе не нуждалась продолжение то с сиквелом мама роулинг пошла в полный разнос и представила какой-то несуразный обрубок смешаниной из тухлых сцен пафосных диалогов невнятной структуры и отсутствием центрального героя что вгоняла в полнейший ступор на триквел были большие надежды премьеру даже отсрочили на год вперед ведь от успеха этой картины зависело будущее всей франшизы но мне срослось создатели включая саму роулинг не учли никаких ошибок и все беды старой части перекочевали в третью триквел вновь вышел рваным непонятным скучно где половину действия можно было смело вырезать она главного героя ньюта саламандра в очередной раз смачно кладут болт пятиминутное возвращение в хогвартс оказалось безжизненным кликбейтом чтобы в наглую запихать эти сцены в трейлеры и на постер и безжалостно продать нам и такой бездушный подход сразу считывается единственное чем тайны дамблдора могут различных это перспективой пошеперить джуда лоу с мацом миккельсона который отлично сыграл грин девальда но больше здесь ловить увы нечего недовольство фанатов кассовый провал фильм и нюхли нюхли всегда хорош просто такой вот милый такой крота утконосичек что еще нужно для счастья и мои общая нерадужная финансовая обстановка warner brothers побудила студию закрыть фантастических тварей и направить курс на расширение вселенной в другую сторону а также внезапно на создание сиквелов гарри поттера только не проклятое дитя прошу только не проклятое дитя самым лучшим вариантом пожалуйста сделайте либо это отдельный супер культур для либо сделайте перезапуск которым вы будете исследовать книгам и добавить и многие сына которых люди мечтали мир юрского периода господство софт трибут парк юрского периода свое время стал невероятным хитом но мне он особо не заходил сиквел так и вовсе вышел полнейшей чепухой тем не менее на третью часть возлагали большие надежды создатели вернули старых героев из оригинальной трилогии заявили о грандиозном финале серия на выходе мы получили чуть ли не худший фильм динозавровой франшизы не мог получилось главный концепт про динозавров выбравшихся в мир людей сливается в унитаз уже с самого начала и с этим ничего интересного не делают и почему-то на первом плане фильме про гигантских монстров у нас стоит экологическая катастрофа саранчой кому блин не плевать на эту саранчу крису брат уже явно не в кайф сети побегушки динозавр не очень сообщить до этого ему как бы нужно озвучивать марио от риоса манила лоры дар самое смешное что он звучит хорошо на это просто из-за громкого имени но кстати реально как марио на звучит неплохо и джеффа голды хоть и было ну там другой случай там просто что он хорош сам по себе но как каноничная бану вообще не подходит абсолютно ну да приятно увидеть вместе но к сожалению герои новой школы с ними как-то совсем не смотрится чувствовалось какая-то неловкости ребят будто скомпоновали на тяп-ляп друг с другом как куски картона из-за чего никакого финального грандиозного единения не получилось так и динозавра не восторга нет репета уже не вызывают потому что они на втором плане у вас динозавры выбрались в открытый мир с этим можно было сделать что угодно хотя давно уже было ясно что франшизе пора на покой и жаль что прощание с ней вышло таким несуразным баз лайтер самый большой прогул пиксара за последние годы еще начиная с главной идеи мульти один из проколов который вот лично для наравне со старыми тачками очень обидно буду что я ждал айтеры а в итоге финальный продукт получился дайте просто вот вы хотите дать куда цена просто даже не следичком просто вот вам посрать вот фильма появились сомнения о нужности этого проекта баз лайтер это как бы фильм внутри вселенной истории игрушек и как заявлять создатели это тот самый фильм который энди посмотрел детстве из-за которого зафанател по базу и после просмотра как-то особо не веришь что десятилетний пацан мог зафанатеть от такого фильма вместо увлекательного космического приключения получилось какое-то сухое пресное действие которое не приправлено ни разнообразием планет и интересным экшеном не даже прикольным базам лайтера его игрушечный прототип был более ярким образчиком в то время как оригинал это просто ходячие клише только котик робот сокс вышел прекрасным но ведь на нем от и самое смешное по факту его озвучил режиссер тора 4 тайка вайтите но далеко не уедешь хотя кто знает может дисней плюсы хотят и про него сделать спин-офф мультсериал на дисней плюс а лгбт-скандал превратил и без того не впечатляющую кассу фильма катастрофически убыточную я к чему было все это действие мне непонятно лучше предварить винрарный мультсериал про база светика рекомендую серый человек когда ты видишь касте фильм от netflix района гослинга криса эванса били боба тортона и ану де армос а в создателях братьев русса то ожидаешь определенного эпика тому же netflix замахнулись на самую дорогую картину своей истории бюджет составил аж 200 миллионов долларов и мы ожидали хитроумные шпионские триги зубодоробительность и крутые щи в дуэте гослинга и эванса а получили посредственный предсказуемый сюжет скучный клише и самоповторяющийся ленивые экшн-сцены во время просмотра тебя ни на секунду не покидают ощущение что ты смотришь стандартный нетфликсовский продукт и причастность братьев русса становится для тебя незначительный это клишированный боевик категории b который кроме кассовых лиц ничем привлечь внимание не может как-то у нетфликса не получается делать эпические блокбастеры красные уведомления тому подтверждение а жаль а мощность на самом деле было обидно за красный уведомлений то что потенциал был огромный стердам дэвид у рассел просто удивительный режиссер кажется мужик дружит со всем голливудом и раз за разом зовет к себе фильмы просто ворох звезд первой величины не вы гляньте на каст реально посмотрите просто куча из крис рок а это вы ржой равен малик марго роберт джон вашингтон кристиан был тут при просто черт даже майкл шэннон и майк майк майерс просто касс невероятно охренеть можно эти прийти даже забыл что вообще роберт дынира был охренеть и как-то так выходит что раз упорно выдает нам звездные трагикомедии которые забываются час спустя после просмотра амстердам сожалению исключением не стал у рассела и каст мощный и в операторах эммануэль любецкий и творческая свобода и жанр детектива ну вот как можно с такими данными снять настолько бестолковое пресное скучное кино на протяжении всего хронометража культовые актера поколения только делают что встают в кружочек и перекидываются невероятно унылыми диалогами попутно то и дело пытаясь неловко пошутить и все эти разговоры сводятся к банальным выпадом на манер чертовы капиталисты все портят это говорит нам голливудский фильм который пытается собрать кассу при помощи кучи звезд в своем касте на первом плане слишком неубедительно амстердам гуляй-ка ты лесом властелин колец кольца власти какой я теперь властелин колец какой я просто честно я ребят очень пойти я черт подери с самого детства с того момента как впервые по телику показали братство кольца я полюбил эту франшизу книги конечно пока что я полностью не осилил правда что хоббита полностью то сами понимаете книжечка небольшая но все произведения джексона пересматривал кучу раз причем полные режиссерские версии которые считаю вообще великолепными и после них я театральные смотреть не могу хоббит исключение там некоторые моменты не особо мне заходится это пиздец ребят про плати одно дело я свое время один раз марафоном послал все режиссерские версии трилоги власти на колец которые длились там каждый побольше чем три часа и мне было заебись это это действует я даже одну серию не мог нормально осилить это больно не потому что я ждал тех же персонажей те же условия от старых экранизация нет повествование вообще не интригует а это ж сука властелин сука колец как вы могли так все посетить шош это самый неоднозначный сериал год миллиард долларов бюджета самый дорогой сериал в истории огромный ажиотаж и все это привело к тому что amazon банально не потянули эпик средиземья они не смогли достойно продолжить наследие толкина и джексона и сняли бездушный товар раздутую побрякушку и чернокожие эльфы тут даже ни при чем обилие странных сцен непривлекательные герои растянутая пафосная нудятина и ультра бездушность все это уничтожило сериал лично для меня ну и самый главный провал по мне это гладриэль нашу любимую эльфийку превратили в заносчивую отталкивающую стербу которую вообще не хочется переживать сериал с неприятной главной героиней по мне это полный провал как это блять реально вид что галадриэль вот вообще говорится не похоже пойти такое чувство будто этот персонаж пойти это какая-то альтернативная сестра-близнец вы не можете больше так галадриэль вообще особенно после того как она была изображена у джексона бы величественно и дорого сериал не пытался выглядеть из-за местной постановки и выбранного технического оборудования все равно заметно что ты смотришь именно сериал они кино именно в данном случае это очень важный момент местами картинка отдает и вовсе каким-то музыкальным клипом или рекламным роликом безусловно старания вложены но миллиарда долларов я здесь не вижу вижу лишь фальшивую попытку амазона подбегнуть нам и затащить мир средиземья но перед нами лишь плоские фотообои которые вызывают хоть какой-то эмоциональный отклик когда в истории появляются канонические персонажи но это не заслуга сериала а первоисточек дай бог это линейка с гномами вот реально хорошо вот она реально хоть неплохая получилось мне лично было приятно вернуться в копии в эти замечательные огромные копии огромные подземные царства гномов это было приятно про их кема кольцах власти можно говорить еще долго но одно можно сказать точно это сильнейшее разочарование amazon заявляет что сериал показал бешеные рейтинги они собираются продолжать историю возможно даже дотянув до планируемых пяти сезонов все эти истории невероятном успехе мне кажется крайне сомнительными и вообще мое доверие уже сложно будет завоевать обратно а ваше завоюет что ж вот такой получился список обязательно пишите что лично вас разочаровала в комментариях и стоит сказать что в этом году очень отличился дисней плюс вы были огромную гору низкопробного контента но ночь всегда темнее перед рассветом и следовательно следующем видео мы с вами уже поговорим о приятных неожиданностях и лучших фильмов и сериалов 2022 года думаю будет интересно мило и лампово и обязательно помните что в такие тяжелые времена нужно помогать другим людям по старой новогодней традиции я призываю всех вас сделать пожертвования домам престарелых детским и хосписом все ссылки на проверенные ресурсы есть в описании давайте делать добро вместе увидимся с вами уже совсем скоро с наступающим и поменьше фильмов новом году и новых плохих и новых спасибо за внимание обязательно пишите что вам не понравилось или разочаровала 2022 году кроме самого 2022 года подписывайтесь на канал бусти телеграм с наступающим ждем лучших фильмов и всем пока плохих фильмов давайте поменьше в новом году вы не так меня поняли все тихо звук подбирания баба из гарри поттера короче вот такой списочек говна конечно достаточно разочарований тем более и правда год конечно в этом плане преуспел сам по себе год действительно какашечный и разочарований в сфере развлечений да и не только на самом деле в некоторых играх прям полно уху-ху-ху-ху короче я в случае было приятно послушать о моментах разочарования как минимум хорошо это тем чтобы понять где мы пошли не так какие проекты действительно вызывали интересно в итоге провалились на каких ошибках можно научиться и и можно исправить в будущем в отношении сериалов или сиквов но теперь ждем списочек хороших моментов обязательно тоже заценил спасибо чак с наступающим тебя респект и лайк а на этом все поддерживать автор оригинала подписочка лайк и дизлайк на ваш вкус и цвет колокольчик не забываем чтобы не пустить новые акции заведу и спокойной тебе ночи дружок пирожок